ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, давайте подключаемся, ребят, подтягиваемся. Через 350 метров поворачиваем направо, затем поворачиваем налево. Пойдем, сделай ее тишину. А? Я ее тишину сделаю. Там, на свой-то, на. Как там Рич? Да, классный чувак Рич такой. Веселый, приветливый дружелюбный. Поворачиваем направо, затем поворачиваем налево. Привет, Леха. Садик будет там? Ну, я же вчера скидывал фотографии. Я у нее интервью вчера брал. У Садика. Сколько будет стоить такая поездочка в Кельн? Ну, в зависимости от того, чем ты будешь лететь, где ты будешь жить, что ты будешь есть. Сам вход для меня был бесплатный. Так, он, по-моему, билет стоит евро сорок на каждый день. У меня бесплатный, потому что я получал аккредитацию. Поворачиваем налево. Кай там. Я не знаю. Я не видел Кая. По-моему, его здесь нет. Мероприятие очень крутое. Масштабное. С кем сегодня интервью. Ну, я скажу вам, кто остался, у кого бы я взял, а с кем получится из них, не знаю. Так, ну, этот Симеон Панда, Шон Родден, Седрик Макмиллан, Джереми Буэнди, Фил Хитт. Вчера, как бы, так, без камеры пообщались немножко. На интервью у него не было времени. Может, сегодня все-таки подойду. Еще раз попробую. Продолжаем. Шесть километров. И кто еще? И Серджи Констанс. А еще с этот Андрюха Скоромный, тоже здесь. Ну, вот так вот. Такой план, а что из этого получится, не знаю. Дениса Гусева. Ну, Денис здесь, да. Но я еще не пересекался с ним. Леха, возьми интервью братьев Харрисон. Они крутые на стенде BPI. Я видел братьев Харрисон, да. Ну, я не знаю. Точно они крутые? Да, я сказал Ричи, что занимаюсь, и то, что перевожу. Перевожу его видео, уже больше ста видео перевел. Он посмеялся. Ну, в смысле, в хорошем смысле. Поржались с этого. Если получится у Леврони. Зайди ко мне на страницу в Инстаграм или ВКонтакте. Я вчера выбрасывал фотографии всех, у кого я брал интервью. Я брал интервью и у Леврони, и у Садика. Я же тебе уже ответил по поводу цены. Еще будет интервью с Ричем? Нет, второго интервью не будет. Зачем? Леприст, да, не, Леприст, мне кажется, вообще со своей Австралии не вылазит. Не нравятся ему все эти экспо-шместа. Привет. Передай ему, что он крутой чувак. А о ком речь? А, дяде Ричу? Да я передал, да, что у него огромная армия поклонников в наших странах. И что все его знают, все его смотрят. Ехать минут 20, наверное. Братья Ходжи? Нет. Братьев нет. К Ходжим я бы подошел, да. Вот к этим я бы подошел тоже с удовольствием. Так, у меня немножко с фантазией уже проблемы. Если у кого есть идеи, вопросов Джереми Буэнди, вот я пока еду, себе перебираю в голове, у кого что спросить. Кто там фан и Джереми? Можете предлагать свои вопросы. Мартина тоже нет. Катлер будет сегодня, да. Но мне сразу предупредили, что, скорее всего, интервью взять не получится. Привет Ростову, привет Екатеринбургу. Всем привет, ребят. Карельских качков. Привет. Сгоп, Чену, не бодаетесь. Да нет же его вроде бы здесь еще, я не знаю. Да что бодаться? Тут кто что хочет, тот кто и снимает. Каждый сам договаривается или не договаривается. И за Харнгельска тоже привет. Привет, ребят. Мартин Форд будет. О, это тот, который с Ричем там. Ну, не знаю, честно говоря. Нет, я не слышал. Его в перечне не было звезд. Буэнди, а кумир Стив Кук. Спроси, каково это превзойти своего идеала. А, я не знал, да? Ну, хорошо, спрошу. В целом, как мероприятие. Конечно, впечатляет. Конечно. Юлик есть. Юлисиса нет. Причем, какая-то опять странная история. Его нет, потому что у него возникли проблемы с визой. Ту же самую историю я слышал, когда прилетел в Москву. Юлисис планировался, но не долетел до Москвы, потому что не получил визу. История странная в том, что, по-моему, гражданам Великобритании не нужны визы, чтобы прилететь в Германию. Поэтому какие-то странные оправдания. Что-то тут не то. Панда есть. Я бы с удовольствием взял плакатики с ричем. Нет, парни. Если я сейчас начну всем все возить, что вы хотите, это... Леха, скажи привет. Кто мне не поверит, что это прямой эфир. Привет, Фома 33. Так, ну вот я сейчас поверну камеру. Лазар Ангелов. Ну он же лечится вроде. Что Лазар? Привет, Москва. Близнецов Харрисон любят. Фома, пожалуйста. Я не знаю про Лазара, но если ты интересуешься, ты, наверное, его фанат. И должен знать, что он принес несколько операций, он восстанавливается. И, по-моему, никуда он не летает сейчас. Будем ждать твоих... Привет из Казахстана. Привет. Красноярск тоже здорово. А у тебя только интервью или еще как влог будет. Просто не смотрел еще спортфазу. Короче, я пока просто снимаю. Я не успеваю ничего выкладывать. Только вчера маленький кусочек видео выложил. Концовка, короче, интервью с Ричем. Леха, это ты в какой стране? В Германии, в Кельне, на ФИБА. Подключаемся, ребят, подключаемся. Короче, ладно, дорогу буду включать. Жалко, что ты мало свои видео кидаешь по программе Ричи. Я кидаю столько, сколько могу, ребят. Но вы же видите, что я как бы не просто сижу дома и тренируюсь. Из Запорожья, привет. Я не из Запорожья, ну ладно. Спорт Пит вам Пит там испробовал. Да, Спорт Пита на самом деле тут немерено. Помимо всяких мировых брендов. Куча таких, которые я вообще в первый раз в жизни вижу. Да, да, я так и делаю. Под земляками я веду украинцев. А, ну если так, то да. Сам тренируешься в обычном режиме. Ну, здесь, как получается, в отъезде, как бы, насколько можно, да, нормально. Но по питанию здесь, как бы, не выкраивается то, что нужно. Германия, Кёльн, Фиба. Ну, к Катлеру не подобраться. Можно подобраться. Ну, он просто будет, по-моему, всего один день, три часа. И из-за того, что большой ажиотаж, как бы, много желающих с ним пофотографироваться. Ему жалко, как бы, времени. Ну, то есть, фотку сделал, отбежал, следующий, следующий, следующий. А на интервью все равно нужно хотя бы минут пять-семь. Ну, во всяком случае, так мне объяснили его менеджеры вчера. Да, конечно, с Ричем руки наравне. Ты, нет, ты пересмотри фотографии. У Рича просто адский охват. Многие знаменитости на фотках по сравнению с тобой маленького роста. Ну, у меня же метр девяносто. Это, как бы, логично вполне. Просто, когда я себя снимаю, вы же не знаете, какого я роста. Вам не с чем сравнивать. А тут, когда беру интервью, то вы сразу начинаете говорить, что все коротыши, все маленькие. Они нормальные, просто я, наверное, чуть выше среднего. Короче, въехали в город. Сейчас уже скоро будет этот павильоны выставочные. Поэтому тут уже начались светофоры и пробочки небольшие. БЦА, конечно, каждый день. Если есть возможность, хоть по несколько раз в день. Так, лорд Кит и лорд Кевин на ФИБА. Чувак, я не знаю таких, извини. А, Кит и Кевин, ты имеешь в виду Ходжи? Да нет, нету их, к сожалению. Я уже понял, да. А почему лорды-то? Влад, почему лорды? Джефф Сейт там есть. Не видел, по-моему, нет. А, так себя величают? Ну, молодцы, скромняги. БЦА, каждый день надо пить? Надо. Кога, я тоже рад, что ты здесь. А кто машину ведет? Поворачиваем направо. Друг, оператор, попутчик. Путчик. Фьючер бой, робот. Рич ведет. Да, killing that shit. Рич. Не, реально, Рич, ребят, очень крутой. Мне понравилось. Дэнни бой из Англии. Привет, Дэнни. С печенюхой во рту. Ха-ха, точняк. С овсяной печенюхой. Сколько стоит туда поехать? Я не знаю, откуда ты будешь лететь. Я не знаю, где ты будешь жить. Я не знаю, что ты будешь есть. Это все и составляет цену. Каждый по-своему. Можно экономно, можно как бы с размахом. Я долго английский учил, да. Со школы. И со школы, и после школы. И работал потом в разных странах, где язык как бы постоянно подтягивался. Фразу, которую сказал Рич, как перевести. Ну, я подписал там ВКонтакте под постом. Я понял, что не все поняли, что она значит. Ну, когда американцы говорят, да щеть, это как бы превосходная степень качества чего-то. То есть это, ну, это просто как бы пиздец как круто, да, если как бы с матом. То есть Алекс как бы толковое, годное, годное дерьмо. Я не знаю, я вот так вот перевожу обычно, когда его видео, The Shade я перевожу как годное дерьмо. А вторая фраза, in case you don't know that yet, это значит, что если вдруг вы этого еще не знали. Ну и все. Ну, а перед этим было как бы целое интервью, которое я потом буду переводить и выкладывать. Не знаю, что там за тип на Бэйхе, но что-то он действительно постоянно у нас впереди. Да здесь одни Бэйхи, ребят. Ну, что вы хотите, это же Германия. По образованию я инженер-технолог. Но это ни о чем, как бы, я никогда не работал по специальности. Мы на Киа. Киа, что у нас? Киа Сид. Новенькая. Вообще интересно, здесь в арендных агентствах автомобилей практически все машины, ну, вообще нулевые. Сколько у нас там пробег? 71 километр мы взяли машину. Пробег. Со скольки лет треню? Где-то с 24. Понятия не имею, а Долгене, как бы, мне это вообще мало интересно. А Юлисис будет там? Уже говорил, Юлисиса не будет. Кто там из знаменитых будет? Абсолютно все. Кроме Юлисиса. Судя по номерам, Леврони на Бэйхе. А, ну да, да. Хотя Леврони парень с претензией, я думаю, что он на чем-то повеселее едет. Фил тут вообще вон на Макларене катается. Таком, скромненьком. Мне 33 года. Майку Херн. Нет, за рулем не Майку Херн. До того, как тренил дрыщом был или толстым. Эктоморф дрыщом. 70 с хвостиком килограммов. При росте метр девяносто. Фил сам скромный такой. Ну, такой интеллигентный, скажем так, воспитанный. А, ну да, скромный Макларен. Ну, в этом плане, да. Меня никто не звал. Я сам получал аккредитацию. Как бы подавал заявки, сообщался. Там никто никого не зовет. Как давно спортфазу создал. Блин, ну. Несколько лет назад. Два года, наверное. Не знаю, не помню точно. Ура! Все, Бэха, короче, скроилась отсюда. Наконец-то, да. Нет пределов вашему счастью, да. Кумиром уже скорее стал. Ты, чем звезды, которых переводишь. Липрист. По таким выставкам не ездит. Ну, по-моему, нет. Жену Ричи видел. Нет, Сару не видел. Садик. Садик такой тоже прикольный парень. Дружелюбный. Похвалил меня, что вопросы у меня были хорошие. Что обычно ему всякую чушь спрашивают. Говорит, а у тебя хорошие вопросы. Спасибо, сказал. Все, вопросы пока иссякли. Ты долго для интервью вопросы составляешь? Да нет, не особо. Идем по экспо, видим кого-то. Продумываю минут, я не знаю, минуты 3-5 вопросов. Созваниваюсь еще по возможности с девочкой, которая ведет паблик ВКонтакте у нас, Оля Колпакова. Она как бы очень любит профессиональный спорт. Она может где-то что-то подсказать тоже. Ну, короче, минут 5 на то, чтобы прокрутить вопросы в голове и подхожу. Как интернет в Германии? Покупал сим-карту. Так, карту я купил, сим-карту 4G. Вот сейчас с телефона и лаптоп, ноутбук тоже подвязал к телефону. Так что интернет-то зачетный здесь. Дэн Олекс, давай у тебя вопросы, я смотрю, вообще как бы не по теме сейчас, просто, да, общие о спортфазе и то, что я уже 500 раз рассказывал. Давай сейчас по FIBA лучше ребятам и поотвечаю. Окей. Ага, ну вот сейчас будет, кстати, смотрите, знак, уже мы приехали. Визу оформлял 2 недели. Автографы не делал. Долго ли ехать до FIBA? Ну, вот уже приехали. Вот, видите, написано. FIBA круговое движение, съезд налево, потом будет FIBA Power. Вот. Пожать бы руку Ричу. Да, рука у него, конечно, зачетная. Теплая такая. Да что за херня, при чем тут батарея? Чуть не выключилась. Так, кого больше всего хочешь увидеть? Теплая и большая, да. Рядом нормально смотришься. Спасибо. Все с контейнерами на Экспо? Да, нет, не так, чтобы на виду. Видите, уже ребята, зрители, он, идут. Вот это задняя сторона этих павильонов всех. Вот здесь у нас парковка служебная для прессы. При возможности разворачиваемся. Затем выезжаем на круговой движение. Все, приехали. Все, короче, ребят, я отключаюсь. Вот, покажусь вам напоследок. Счастливо. И думаю, что еще сегодня включусь непосредственно уже с самого павильона, с самого Экспо. Всем пока. Не отключается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...